Предупредить совершение дистанционных преступлений легче, чем их раскрыть. Поэтому сотрудники полиции ведут регулярную профилактическую работу с населением. Благодаря системной профилактической работе с привлечением сотрудников ОМВД, к счастью, звонки поступают, разговоры об этом ведутся, но случаев, что работники моего учреждения пострадали, их нет. Сегодня сотрудники местного реабилитационного центра узнали о наиболее популярных схемах мошенничества. Яркий пример – предложение оформить зеркальный кредит, чтобы сохранить свои сбережения. Так, свыше 1 миллиона рублей потеряли две горожанки в возрасте 65 и 66 лет. Еще одна жительница Нефтьюганска подарила мошенникам сумму вдвое больше. Жительница нашего города попалась на уловки мошенников дважды. Она пыталась заработать на фондовых биржах, перевела свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей, после чего решила эти деньги вернуть и обратилась к другим плаумышленникам, к другую фирму, которая представлялась якобы в консалитинговой компании, которая занималась именно возвратом утерянных денежных средств с биржевых фондов. Потерять свои деньги рискуют не только любители легкого заработка, но и пользователи сайтов с бесплатными объявлениями, где мнимые покупатели просят данные банковской карты, в том числе и трехзначный код на обратной стороне, якобы для внесения предоплаты. Называйте данные вашей банковской картой. После чего она говорит, что платеж не прошел. Назови еще мне, пожалуйста, срок действия твоей карты. Мошенники представляются и сотрудниками полиции. На днях местной пенсионерке поступил звонок о том, что ее родственник попал в ДТП. Чтобы замять дело, женщина передала 120 тысяч рублей курьеру, личность которого сейчас устанавливается. Правоохранители советуют всегда уточнять подобную информацию в дежурной части. И задавать вопросы, реальные ли такие случаи, могли ли мне звонить сотрудники полиции, а правда ли мне такая поступила информация. При желании сэкономить или улучшить свое финансовое состояние посредством вкладов, важно доверять только проверенным интернет-ресурсам. А во время подозрительного звонка правоохранители советуют как можно быстрее завершить разговор, чтобы не попасться на злостные уловки.